Сегодня я хочу поговорить об одном аспекте путинской военной операции, который по-настоящему сказывается на американском народе. Путинский скачок цен, который американцы и наши союзники чувствуют на автозаправочных станциях. Наши цены растут из-за действий Путина. Предложения недостаточно. И в итоге, если мы хотим более низких цен на бензин, нам нужно больше нефти прямо сейчас. Сегодня я одобрил высвобождение 1 миллиона баррелей в день на протяжении следующих 6 месяцев, то есть более 180 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва. Это мостик на время конфликта с целью нарастить предложение топлива, а потом в течение этого года нефтедобыча повысится. Это распечатывание наших национальных резервов, крупнейшее в истории страны. Смотришь на это и понимаешь, что весь смысл президентства Джо Байдена в том, чтобы унизить нас остальных и ухудшить мнение о нашей родной стране. Прямо представляется, как Барак Обама, Сьюзан Райс, Ирон Клейн, те, кто очень не любят США в их нынешнем виде, рассуждают. Давайте сделаем этого мужика президентом. Пусть они прочувствуют. Он еле-еле говорит. Трудно разобрать, что сказал Джо Байден, потому что ему самому трудно что-то сказать. Но если прислушаться или прочесть синаграмму, можно узнать вот что. Он сейчас заявил, что мы высвобождаем миллион баррелей в день. Всего более 180 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва, то есть из подземных хранилищ в паре штатов. Много ли это? Это ошеломительная цифра. Ведем вас в курс дела. Всего в резерве может храниться более 700 миллионов баррелей. Но этого количества там не было, потому что Конгресс, кстати, пока вы не обращали внимания, распродавал наш стратегический нефтяной резерв для выплаты долгов. Так что к моменту прихода Байдена нефти там было гораздо меньше. Стратегический запас составлял примерно 568 миллионов баррелей нефти. Ни один президент в истории Америки не приказывал забирать оттуда так много. В 91-м, в начале операции «Буря в пустыне», настоящей войны с реальным участием американских солдат, власти США высвободили 17 миллионов баррелей нефти, чтобы обеспечить стабильное предложение на мировом сырьевом рынке. После урагана Катрина США высвободили всего 20 миллионов баррелей. Но сейчас мы берем из резерва во много раз больше. И все для того, чтобы защитить демократическую партию от заслуженной расплаты на промежуточных выборах в ноябре. И в результате этого невероятно безответственного решения наши стратегические запасы нефти сейчас на самой низкой отметке почти за 40 лет, и они быстро снижаются. Ничто из этого не было неизбежным. Не было никаких причин распечатывать наш нефтяной резерв, когда мы могли добывать энергоносители здесь. Да мы так и делали, пока Байден не пришел к власти. Скажем честно, принципы спроса и предложения предполагают, что это должно было сработать в краткосрочной перспективе. В высвобождении этой нефти должно было снизить цены на бензин до момента, когда запасы иссякнут, а они иссякнут. Выбрасываешь на рынок больше нефти, бензин должен подешеветь. Но вот что поразительно. Этого не происходит. С тех пор, как Джо Байден начал высвобождать всю эту нефть из наших запасов, принадлежащих не ему, а вам, нам, что же произошло с ценами? Они не упали. Они продолжили расти. В середине июня цена обычного неэтилированного бензина и, главное, дизельного топлива побила исторические рекорды. Заметно больше пяти долларов за галлон по стране. Это была настоящая загадка, нарушение элементарнейших правил экономики. Но теперь, благодаря новому репортажу Реутерс, мы знаем причину. Оказывается, высвобождаемая нефть не для нас. Она идет в Индию. И в Китай. Как сообщает Реутерс, цитирую, более пяти миллионов баррелей нефти в рамках исторического распечатывания неприкосновенного запаса США ради снижения цен на топливо в стране были в прошлом месяце экспортированы в Европу и Азию. Далее говорится, цитирую, по сообщению источника, грузы сырой нефти SPR, нефти из наших запасов, также были отправлены в Нидерланды и на нефтеперерабатывающий завод Reliance в Индии. Третий груз, пристегните ремни, отправился в Китай. В Китай. Итак, в то время, как цены на бензин в нашей стране бьют рекорды, а американские граждане, которые здесь родились, голосуют и платят налоги, не могут позволить себе заправить автомобили, администрация Байдена продает наш неприкосновенный нефтяной запас в Китай. Это законно? Определенно, это основание для импичмента. И ему следует объявить за это импичмент. Что они еще сделают? Продадут Китаю Редвудский лес? А как насчет прав на воду из Великих озер? Это равнозначно тому, что он только что сделал. Перевод для выпуска взят с ресурса ИНОТВ. Ссылка в описании.